Вклад Моисея Солодуха в победу Великой Отечественной войне весомый. В 1929 году он был зачислен на геологическую специализацию физико-математического факультета Казанского университета. Юноша успешно завершил обучение в 1934 году, получив степень по геологии и блестяще защитив дипломную работу. В феврале 1938 года он начал свою карьеру в Казанском университете, приняв должность ассистента на кафедре палеонтологии и исторической геологии. Солодуха активно участвовал в развитии профсоюзной деятельности на факультете, успешно сочетая преподавательскую деятельность с научной и практической работой. Проводил исследования стратеграфии пермских и верхнекаменноугольных отложений в регионе Среднего Прикамья и принимал участие в геологических исследованиях на территории Куйбышевского гидроузла. Его педагогическую и научную работу в Казанском университете прервала война. В очень тяжелом состоянии в течение недели он должен был командовать своим взводом, принимая решение отдавать распоряжения. В начале февраля 1942 года Моисей Солодуха был направлен на четырехмесячные курсы по усовершенствованию командового состава при военно-транспортной академии Красной Армии. Далее он был направлен на Южный фронт, где и получил назначение на должность командира взвода технической роты 152-го отдельного мостостроительного батальона. Моисей Солодуха принимал участие в тяжелых и продолжительных боях при обороне Кавказа. В одном из боев при отступлении Моисей Солодуха был сильно контужен от разрыва авиационной бомбы. За участие в Великой Отечественной войне Солодуха был награжден Орденом Отечественной войны, Второй степени и медалями. После войны Моисей Герцевич возобновил активную педагогическую и научно-практическую деятельность, вел лекционные курсы по исторической геологии, а затем читал лекции по палеонтологии. Моисей Солодуха продолжал трудиться на кафедре исторической геологии и палеонтологии до февраля 1922 года. Резда Каримова, Универ Новости.